Наверное, устали вы от посадок, уходом за садом и огородом, постоянной прополкой сорняков. Но есть еще возможность получить дополнительный урожай, посеяв некоторые культуры именно в августе. А какие именно, мы с вами сейчас обсудим. Прекрасный урожай вы получите посеяв сейчас укроп, петрушку, кинзу и шпинат, а также пряные травы. Их можно полнее высаживать в открытый грунт, не переживая, что они будут чувствовать себя некомфортно. Погода прекрасная, земля теплая, а утренние росы будут обеспечивать небольшим количеством воды наши августовские посадки. Более того, можно успеть получить прекрасный урожай пекинской капусты. На созревание ей необходимо полтора-два месяца, благо они у нас в запасе еще есть. Осень даже на Урале довольно длинная, а если мы посадим капусту в теплицу, то однозначно будем с урожаем. Также можно посеять различные салаты, ранние сорта листового сельдерея, редис и дайкон с редькой. Довольно хорошо вырастает зеленый лук на перо. Получив зеленый урожай, можно мелко его нашинковать и заморозить в холодильнике, в одноразовых пакетах. Он прекрасно сохраняет свои вкусовые качества и аромат. Зимой его можно использовать как на салаты, так и в горячие блюда. Также можно по краю теплицы посадить зеленый горох, в ней он с большой вероятностью успеет вырасти и дать урожай. В августе для следующего года можно сеять такие культуры, как щавель, мелису, мяту и многими любимый лук-батун. Им необходимо время для небольшого укоренения, чтобы они благоприятно перезимовали и на следующий год уже дали тот урожай, на который мы рассчитываем. Последний месяц лета своеобразный, в некоторых регионах могут быть похолодания и дожди, в других может установиться засуха. Поэтому в зависимости от погоды ухаживайте за августовскими посадками с таким же вниманием, как и весной. Многие огородники считают, что земля после сбора урожая должна отдыхать. И у некоторых твердое убеждение, что она должна быть пустой от любых посадок. Но не забывайте, что святое место пусто не бывает, и на такую грядку обязательно прилетят семена сорных растений или взойдут, которые были в почве, но не всходили ранее. А при благоприятных условиях могут прорасти. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться некоторыми способами. Часть урожая убрана, и мы начинаем думать, что работа закончена, можно вздохнуть с облегчением. Но не торопитесь, дорогие садоводы, сделайте еще некоторые работы с землей, и тогда на следующий год почва на грядках порадует своим качеством. В традиционном земледелии принято, что после сбора урожая землю перекапывают и оставляют отдыхать. Но это вам кажется, что она будет отдыхать. А на самом деле, именно в этот момент она начинает истощаться, то есть теряет свое качество и плодородие. Итак, первое, на что надо обратить внимание, это какая грядка и в какой период времени у вас освободилась. Если в запасе есть месяца два теплой погоды, то сеем сидераты, не задумываясь. Здесь можно использовать любые сидераты, хотя у меня в преимуществе холодоустойчивые. Можно рассмотреть семейство злаковых, рожь, овес, семейство крестоцветных, рапс, редька масленичная, горчица. Также приветствуется смесь сидеративных культур. Это когда смешивают разные виды сидератов и сеют их вместе. Холодоустойчивые сидераты переживут небольшие минусовые температуры, а значит мы получим больше зеленой массы и богатой микроэлементами органики. Итак, посеяли сидераты. Что же с ними делать потом? А ничего не надо с ними делать. Пусть растут, цветут и замерзают прямо на грядках. А далее уютно укрывают земельку своей зеленью, как одеялом. Ведь почему наш вид земледелия называется природным? Именно потому, что мы стараемся максимально устроить свою деятельность на участке, как в природе. Где в естественных условиях вы видели открытую землю? Кроме пустыни и скал? Нигде. Какие же плюсы мы имеем в данном случае? Первое это то, что земля не выветривается, верхний слой не истощается ветрами и не вымывается дождями. Второе. Когда почва прикрыта органикой, то микроорганизмы, почвенные бактерии и вообще все обитатели почвы начинают перерабатывать органику, которая уже начала разлагаться. На мой взгляд, большим плюсом здесь является еще и то, что на такой грядке гораздо меньше растет сорняков. Осенью эти процессы существенно продлеваются, а весной гораздо раньше ваши помощники начнут опять работать, а значит повышать плодородие. Именно черви, почвенные микроорганизмы, бактерии делают нам почву плодородной, в которой есть все питательные вещества для наших культурных растений. Кстати, досмотрите видео до конца, так как именно в конце ролика я дам ценный совет. И да, я вам буду благодарна за лайк под видео и подписку на канал. Второй вариант. Если нет сидиратов, ограничено время, например, морковь мы убираем почти под заморозки и никакие сидираты у нас на Урале не успеют вырасти, то в этом случае можно укрывать грядку картоном или ботвой от моркови. Можно капустным листом, я так делала, но довольно крупный лист плохо разлагается. Хотя за наименьшим лучшей органики вполне подойдет. Да, я с вами соглашусь, что красоты в этом мало. Но нам надо думать помимо красоты, еще и о пользе для почвы. Хорошо показывает себя в качестве укрывного мульчирующего материала солома и сена. Третье, что надо сделать, но это уже именно для тех, кто целенаправленно заинтересован в повышении плодородия, это пролить такую грядку с икровной органикой удобрением, в котором содержатся эффективные микроорганизмы. Таких препаратов сейчас очень много. Придете в магазин и спросите «М-удобрение для почвы». Но имейте в виду, если будете укрывать органикой крупной фракции, как, например, капустные листы или лопухи, то лучше сначала пролить землю «М-удобрением» и только потом укрыть грядку. А в случае, когда вы используете морковную ботву, свекольную ботву или другую органику мелкой фракции, можно пролить и поверх мульчирующего материала. В таком случае микроорганизмы, входящие в состав удобрений, гораздо быстрее запустят процессы разложения органики. На крайний случай можно прикрывать почву искусственными укрывными материалами. Это могут быть доски, картон, спандбонд. В данном случае наша задача хотя бы не оставить землю открытой, чтобы ветра не выдували верхний плодородный слой земли. Что же делать весной с такой грядкой? Сейчас расскажу. Но сначала поделюсь с вами советом обещанным. Если вы сторонники повышения плодородия своей земли, то для вас будет бесценна солома в качестве мульчи. А ее приобретать необходимо именно сейчас, в конце июля и августе. Потому что летом, как правило, в момент крайней ее необходимости в наличии соломы не бывает. Приобрести ее можно по объявлению в газетах в разделе хозяйства или в подсобных хозяйствах. Кто держит лошадей, коров, кур? Весной не торопитесь избавиться от прошлогодней органики на грядках. Я вам настоятельно рекомендую убирать укрывной материал и перегнившую мульчу в тот момент, когда необходимо начать сажать и сеять. Весна, как правило, крайне непредсказуема. Или засуха, или дождь. И то, и другое для почвы в обильном количестве не полезно. Если землю рано открыть, то ценность и пользу от посева сидиратов в укрывных материалах можно потерять. Я давно не копаю землю лопатой. Кстати, как начать не копать, можете посмотреть по ссылке вверху к этому видео или в описании внизу ролика. Такие ежегодные работы с каждым сезоном делают почву рыхлой, плодородной и многократно улучшают ее качество и структуру. И глядя на такую землю, понимаешь, что нет смысла привозить камазы грунта на огород. В ближайших видео я расскажу, как делать компост круглый год из того, что обычные люди выбрасывают в ведро и на мусор. И экономить десятки тысяч рублей в год. Плодородной вам земли, дорогие друзья, богатых урожаев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова